Тверичанам предлагают учиться сортировать мусор на уровне самых продвинутых стран. То есть разделять бытовые отходы на две, а то и на несколько фракций. Реализацию пилотного проекта «Делина-4» решили начать с общественных зон. Одна из них — сквер Дворца детей и молодёжи, где побывал и наш коллега Роман Быков. Эти яркие ёмкости точно украсит белый снег, серый лёд данной части сквера при Дворце детей и молодёжи. Четыре разноцветных ящика для всевозможного мусора. В Твере в спецавтохозяйстве особенно подчёркивают — это не контейнеры, это ёмкости. То есть они компактнее и для них не нужно оборудовать специальную контейнерную площадку. А стало быть, их можно установить с лёгкостью в любой общественной зоне. В Твере пока таких точек три. Здесь, возле Дворца детей и молодёжи, в Парке Победы и в Горсаду. Габариты никого не должны смущать, поясняют в ЦАХе. Предполагается, что ёмкости будут оперативно и регулярно опорожнять сотрудники организаций, которые ответственны за вывоз. Из зелёной, прочие бытовые отходы, а из серой стекло и алюминия станет извлекать само Тверь спецавтохозяйства. Синими, с пластиком займётся и П. Шадрин. Забирать из жёлтых ящиков бумагу будет технострой. Его коммерческий директор Наталья Мескина отмечает важность сбора макулатуры. Сделать книгу из вторсырья куда более экологично, чем срубив дерево. При вторичной переработке бумаги тратится меньше химикатов, уменьшается выброс отходов в воздух на 35%, в воду порядка 75%. Таким образом, именно отсюда, по сути дела, начинается ещё один этап мусорной реформы, которая нацелена в первую очередь на экологию. Параллельно с внедрением дуальной системы сбора отходов, людей начинают приучать к тому, что неплохо бы ТБО распределять более тщательно. С одной стороны, нужно делать перерабатывающие заводы, различные сортировочные линии, а с другой, это надо как раз-таки работать с населением. И поэтому в данном случае нужно приучить людей именно заниматься раздельным сбором мусора уже на этапе выбрасывания этого мусора. Руководство дворца для детей и молодёжи отмечает, что размещение площадки именно здесь рассчитано в первую очередь даже не на воспитанников ДДМа, а на посетителей прилегающего сквера. Конечно, они будут, имеют возможность теперь воспользоваться этими ёмкостями и приучать и детей, и сами становиться более ответственными. Вообще, я считаю, этот проект, он даёт возможность каждому гражданину подумать о своей планете, об экологии. Задуматься о своей планете и экологии в Твери могут пока только жители центрального района. Именно его администрация оказала серьёзную поддержку в размещении этих ёмкостей. В ЦАХе надеются, что и власти остальных частей города последуют этому примеру. Пусть нам пока далеко по качеству раздельного сбора мусора до таких стран, как Германия и Япония, но надо же когда-то и начинать. Продолжение следует...